всем добрый день сегодня у нас третья часть по ноутбуку msi gf63 двинг в этот раз мы установим внутри этого ноутбука вердотельный накопитель который у меня был на канале keoxy и посмотрим как данный диск ведет себя внутри этого ноутбука в том числе также мы рассмотрим моменты а именно когда рассматривали накопитель keoxy он же тошиба то мы в том варианте когда у нас и usb 2.0 было мы применяли различные подключения возвращайте часть денег за покупки в алиэкспресс с кэшбэк-сервисом лети шопс это реальные деньги которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона будьте в тренде покупайте с кэшбэком от лети шопс ссылка в описании здесь также вначале мы рассмотрим подключение при помощи кабеля usb 3.0 и сериала то 3.0 и при помощи стандартного бокса корика тоже usb 3.0 ну сериала то 3.0 при помощи этих двух устройств и посмотрим как у нас происходит взаимодействие с этим подключением кто не видел видео о подключении к usb 2.0 данного жесткой диска может посмотреть на данном канале и так сейчас приступаем к тому что давайте сначала подключим внешние кабели и посмотрим что происходит с этими устройствами при подключении к твердотельным накопителем какая скорость и так далее протестируем тестируем твердотельный накопитель keoxy при помощи кабеля usb 3.0 сериала то тестируем подключение к твердотельным накопитель keoxy при помощи внешнего бокса орика давайте вскрывать ноутбук устанавливать твердотельные накопитель к твердотельные накопитель к твердотельные тем более в комплекте присутствует соответствующее крепление для того чтобы закрепить нет твердотельный накопитель внутри этого ноутбука динамер 2.0 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok